Дорогие друзья, всех приветствую. Очень рад быть у вас на собрании. Я вообще интересно поймал себя на такой мысли, что когда мне было 17 лет, мы очень часто ездили, посещали периферию, у нас в Барнауле была большая периферия, и была одна церковь такая в Бийске, мы туда прям регулярно ездили, и мне даже так шутили, говорят, у тебя второе членство, оно, видимо, в Бийске. Потому что не было ощущения, что ты приезжаешь в гости, ты уже очень хорошо знал город, и хорошо знаешь многих там, и все время ловил себя на такой мысли, что ты приезжаешь как будто просто в соседнюю церковь. И вот в этот раз мы приехали с подростками, и я вдруг себя тоже на такой мысли поймал, такой нет ощущения, что в гости приехал, как будто к себе домой, потому что здесь регулярно бываю, многие знаю, и очень рад снова у вас побыть. Хотел поделиться одним словом, в последнее время очень много размышляю над посланием Ефесянам, проповедую в церкви на эту книгу, и хотелось тоже несколько мыслей о нашей церковной жизни вместе поразмышлять и помолиться об этом. Откроем 4 главу Ефесянам и прочитаем отрывок 7 стиха до 16. Ефесянам 4, 7 и ниже. «Кам каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по указству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимноскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Этот отрывок, он располагается во второй половине послания Ефесянам. Если вы когда-то читали это послание, изучали его, то вы наверняка заметили, что послание состоит из двух частей. Первые три главы, они говорят о том, как Бог замыслил церковь. Павел очень красиво использует торжественный язык, рассказывает о том, как все три ипостаси божества задействованы были в созидании церкви, как замыслил это Бог, что сделал Сын, как запечатлел нас Духом Святым Господь через соединение наше с Духом Святым. Он рассказывает о том, что мы во Христе посажены на небесах, что мы устрояемся в дом духовный, что Бог разрушил преграду между евреями и язычниками, дабы из них соделать одно – церковь. И вот очень много таких красивых описательных слов, которые описывают, как Бог замыслил, как Он это реализует. И все это очень хорошо и красиво, но во второй части он переходит к практической стороне вопроса. То есть да, Бог замыслил, Бог позвал нас участвовать в созидании церкви, Он позвал нас быть частью этого всего. И Павел вторую часть послания эфесянам, он начинает такими словами, он говорит, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания. То есть звание не в смысле чина, а в смысле воззвания. То есть Бог нас позвал, Бог нас пригласил участвовать, быть частью вот этого великого строительства, созидания церкви, быть частью этого. И Он говорит, Павел, я прошу, чтобы вы поступали достойно этого звания. Ну, проще говоря, если, например, нас пригласили на свадьбу, и сейчас часто на приглашениях пишут, какие цвета у молодых, надо, значит, галстук или какой-то элемент одежды подобрать, то есть чтобы быть достойным звания. Ну, или еще один пример. Представьте, вас позвали, скажем, ну, не знаю, к президенту, да, или там к какому-то начальнику высокому. Вы готовитесь, может быть, кто-то костюм новый купит или еще что-то, чтобы быть достойным звания, да, выглядеть одетым, быть достойно звания, к которому призваны. Так и здесь Павел использует этот образ. Он говорит, так поступайте достойно звания и описывает подробно разные грани нашей жизни. Он говорит о единстве, он говорит о служении, он говорит о духовном росте, о взаимоотношениях мужа и жены, детей и родителей и много других аспектов, таких очень практических и понятных. И один из вот этих пунктов, отрывков мы прочитали. О чем здесь идет речь? Давайте посмотрим текст и попробуем увидеть основную мысль. Павел начинает здесь с такой мысли. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Павел подчеркивает, что каждому, каждому дан дар. У каждого из нас, членов церкви, есть дар для того, чтобы созидать церковь, для того, чтобы церковь устроялась. И знаете, это удивительно на самом деле. Вот как-то раньше не обращал внимания, в этом году, когда перечитал этот текст, в очередной раз вдруг вспомнил. Вы помните, когда Скинию созидали, когда Скинию устроял Бог, да? И он там так говорит, он говорит, «Смотри, я назначаю именно Веселила, сына Уриева, из колена Иудина, и я исполню его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра, меди и так дальше». То есть он, смотрите, нашел одного человека, его особо одарил. И этот человек, ну вот он занимался строением Скини, там всеми деталями, всей красотой. Кто-то ему наверняка помогал, не он один это делал, да? Но все равно был один человек особо одарен. Когда Соломон строит храм, он посылает царю Тирскому и говорит, «Пришли мне человека, пришли мне человека, который имеет особый дар». И он там повторяет почти дословно эту же фразу, «Делать из золота, серебра, из камней резать» и так дальше. И Тир ему присылает человека тоже, значит, там у него, правда, были заготовлены художники, еще кто-то. Но все равно, что это для многомиллионного народа. Это какая-то горстка людей, особо одаренных, которые созидал храм. Когда же мы читаем о храме, о церкви, как о храме духовном, о храме небесном, то здесь мы видим другую картину. Здесь не какой-то один особо одаренный человек, не какое-то, может быть, руководство или какие-то особые люди одаренные. Тут так написано. Каждому дандар, каждому для созидания церкви. И это благодать. И это благодать. Эта мысль повторяется не только здесь, но и в Каримфинам, и в Римлянам. И это благодать. Это удивительная милость, что мы можем участвовать в созидании вот такого великого строения, которое войдет в вечность. Вы знаете, вот когда дети, ну, так бывает, что-то мы делаем, да, хрупкое там, может быть, кто-то какую-то технику разбирает или еще что-то, и ребенок подбегает и говорит, дай я тебе помогу. Лучше не трогай, лучше не дыши даже, да, сюда, потому что тут все разложено, лучше не трогай. Вы знаете, Бог не так. Он нас, хотя мы, не сказать, что очень хорошо выполняем свои функции, на самом деле, Бог нас привлекает к себе, Он привлекает, одаряет нас для того, чтобы мы могли поучаствовать в этом сложном процессе. Дар есть у каждого. И, знаете, тут он дальше описывает, приводит пример, ну, не пример, а в обосновании Псалом 67. Тоже очень интересно, причем Павел использует. Вот здесь написано, он его цитирует, Псалом, и говорит, «вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Ну, вошел на высоту, вроде понятно, пленил плен. Детки, понятно, что значит пленил плен? Что значит пленить плен? Ну, вот вас кто-то в плен взял, а потом кто-то пришел и взял в плен того, кто вас взял в плен. С вами что сделали? Освободили. Ну, кто-то, как будто я слышал, да, будем, сделаем вид, что я слышал, что это вы сказали. Да, освободили, то есть он освободил, пришел, дал дары, освободил, все понятно. Но, знаете, интересный момент, в 67-м Саломе там написано не так, там написано «принял дары». Здесь Павел цитирует, говорит, дал дары, а там написано «принял дары». Детки, вы разницу чувствуете? Принял дары и дал дары? Дал конфету и принял конфету, есть разница? А почему Павел так делает? Почему он меняет текст? Ну, на самом деле все просто. Дело в том, что там используется оборот речи, который означает «дал дары, чтобы отдать». То есть считалось раввинами того времени, что эта речь идет в 67-м Саломе о Моисее, который зашел на гору, взял закон и дал людям его. И Павел говорит, не о Моисее идет речь, меняя слова. Ну, как бы не меняя, он просто поясняет. Это такой способ толкования, да? Как бы изменяя текст, он показывает, что не о Моисее речь идет, речь о Христе идет. Потому что, чтобы взойти, надо сначала с ней зайти. И это принял дары, которые дал людям. Речь идет о дарах духовных. То есть Павел таким образом толкует 67-й Псалом и показывает. Кстати, если вы посмотрите, это Псалом о триумфе Божьем, о славе Божьей, о том, что там речь идет о том, что ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. И Павел как бы пробрасывает такую параллель, говоря, что речь-то идет о храме, не который в Иерусалиме, а о новом храме, о церкви. Церковь заняла место храма туда, куда люди приходят узнать о Боге. Церковь является представителем Бога на земле, источником благодати, благовестия, Слово Божие, богопознание, боговедение. Церковь сегодня занимает это место. И Бог дал дары для того, чтобы мы могли ее созидать. Как Бог созидает церковь? Давайте посмотрим, здесь ниже написано, что Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Кто это такие? Кто это такие? Это церковное руководство, да? Церковное руководство. Он перечисляет пять даров. Но я подчеркну, это не служение, это дары. Что за дар апостольства? Речь идет не о служении апостолов, которых было 12, речь идет о даре апостольства. Дар апостольства – это своего рода люди, которые обладают видением, которые могут видеть чуть дальше, которые понимают, куда вести народ Божий, как, знаете, у которых шире мышление, шире шаг немножко. Я сейчас объясню. Один просто пример приведу. В книге «Совершенно секретно» рассказывается история о том, как перевозили литературу в советское время. Я покаялся уже в 2000-е годы, конечно, не застал этого, но в свое время читал, слушал. Мне очень нравились эти истории. Ну и вот как перевозили? Перевозили одну, две Библии, несколько Евангелий, если удалось перевести, это счастье. И вот брат Пенти, который как-то едет на машине, там описывается эта история, и он видит рядом 20-тонная такая машина останавливается, и он думает, вот бы ее всю загрузить Библиями и перевести. Вот знаете, это мышление апостола, мышление человека, который чуть шире может видеть, чем другие. Другие думают, одну бы Библию, две перевести, он говорит, нет, надо 20 тонн. И вы знаете, что произошло дальше? Перевез, перевез. Ну или помните историю про то, как издательство в нашем братстве появилось, когда Геннадий Сергеевич, попробуйте сейчас издательство организовать. При наших возможностях, при финансовых возможностях, при том, что у нас есть любая техника, все что угодно, попробуйте организовать. Это такая работа. А в советское время, когда все под запретом, когда даже шрифт нельзя найти, ни краски найти, ничего. И вдруг мысль приходит братьям, давайте сделаем издательство свое. Кажется нереально. Это вот человек, ну в какой-то мере, можно так сказать, с даром апостольства, то есть с даром такого видения более широкого, больше, чем у других. Или человек, который говорит, надо ехать благовествовать куда-то, надо трудиться, надо основать новую церковь, надо основать какое-то новое направление служения. Иногда я даже не понимаю таких людей, но вот это такой дар апостольства, видения. Мы видим здесь пророков, люди, которые обладают особым даром понимания Бога, особым словом, пониманием, как поступать в каких-то ситуациях, в которых, может быть, присутствует некая неоднозначность. Есть евангелисты, люди, которые не могут неблаговествовать, ну вот у которых дар такой, да, вы знаете, у нас есть такой брат один на Алтае, живет, Женя Ильков, может быть, кто-то слушал про него, миссионер в горноалтайске. Раньше мы с ним очень много дружили, он тоже жил в Бийске, я ездил в Бийске, в общем, я у него останавливался иногда. Вы знаете, вот этот человек такой интересный очень, как-то пришел к нему в гости, и он говорит, давай садись, я тебя супом накормлю, налил мне суп, и говорит, хлеб забыл, ну не помню, там хлеб или сметану, что-то забыл. Сейчас я быстренько сбегаю в магазин, тут рядом, ты, говорит, подожди, убежал. Пять минут нету, десять минут нету, пятнадцать минут нету, я думаю, куда он пропал, суп уже остыл. Он приходит, в общем, приходит с человеком, ну, в общем, без определенного места жительства, такой грязненький, там немножко пьяненький, вот он его садит со мной за стол, ему тоже суп наливает, в общем, разговор такой. Я думаю, кого он притащил вообще, кто этот человек, что он делает со мной за столом? И вот он ему там благовестует, все Евангелие подарил, все проводил, пригласил на собрание, я говорю, это кто был вообще? Он говорит, ну как, знаешь, я шел по улице, мне говорят, а есть, говорит, закурить? Он говорит, ну, табака и курила нет у меня, а что имею туда? У него всегда там пачка трактатов, Евангелие с собой, и вот слово заслуал, тот понял, выяснил, что голодный человек, пошел накормил, вот это евангелист, да? Я не знаю, что меня должно заставить, или может заставить привезти человека домой, вот так. Но он не может спокойно заснуть, если кому-то не сказал о Боге. Это дар такой особый. Мы все евангелисты своего рода, мы все равно свидетельствуем, на работе рассказываем, жизнью своей свидетельствуем. Но есть люди с особым даром, с особым таким жжением внутри, что нужно сказать о Боге, нужно привезти. Как это так? Люди погибают. Надо идти. Не всем это дано. Но есть такие люди у нас в церкви, слава Богу. Есть, ну тут написано, учителя. Кто это учителя? Кто может объяснять, может рассказать? Пастырь есть. А пастырь – это кто может выслушать, поплакать вместе, совет дать. Где-то подзатыльник, в общем, такой духовный. В общем, это пастырь, который пасет. И вот пять-пять-пять разных даров, и они все как пальцы одной руки дополняют друг друга, для того, чтобы церковь созидалась. Бог поставил церковное руководство. Но я иногда использую такую простую как бы аллегорию, чтобы объяснить, как я вижу эти дары. Вот представьте себе, в лесу потерялись люди. И вот они бегают по лесу, кричат, куда идти, ничего не понятно. И вот появляется один человек, говорит, я знаю, куда идти, надо идти вон туда. Вот это, ну, апостол, да. Потом другой подходит, говорит, у меня рация есть с базой, я вот сейчас могу с ними связаться. Ну вот это пророк своего рода, да. Третий говорит, я сейчас всех соберу, и побежал всех собирать. Это евангелист. Вот, собрали все, пошли. Значит, в нужном направлении надо понять, какие ягоды можно есть, где там подорожник, как вот лопуха отличить. Тут учитель, тут как тут. Он говорит, вот это можно есть, это лучше не надо, это отравишься, вот тут вот, значит, так надо палаточку ставить, объяснять. Это учитель. А пастор – это тот, кто эту палаточку поможет тебе поставить, да. В общем, условно говоря. Ну, то есть, понимаете, да, вот Бог дал такие дары, особых людей выделил в церкви, которые несут вот эту задачу. А какая у них задача? А здесь написано, какая задача? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Бог поставил и дал церковное руководство, и поставил церковное руководство для того, чтобы каждый святой мог найти свое место. Тут используется слово «совершение». Это греческое слово, которое означает, ну, завершенность, некую такую совершенность. Врачи использовали это слово для того, когда нужно описать вправление выбитой кости, вывихнутой кости. Вот, например, кость, ну, человек, вывих произошел, да, и вот врач раз на место ставит кость, она встала на место, о, совершилось. Вот, и получается, Бог поставил церковное руководство для совершения святых, чтобы каждого нас поставить на место. И пока мы не встанем на место, мы будем как вывихнутая кость болеть. Но это не только помочь определить свой дар, но и подготовиться к этому служению, да, быть готовым духовно к этому служению, быть готовым внутренно к этому служению. То есть церковное руководство Бог поставил для того, чтобы каждый святой мог найти свое место, занять свое место, чтобы что? Чтобы он мог служить, так написано здесь, для служения. Для чего? Для того, чтобы церковь созидалась. Чтобы церковь созидалась, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в меру, мужа совершенно, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были младенцами, но истинной любовью все возвращали. Обратите внимание, слово «возвращали» там нет буквы «в» по центру. Это не от слова «вернуть», а от слова «расти». «Возвращали», то есть взращивались, чтобы мы все возрастали во Христа. Вот эта цель, которую Бог установил для церкви, чтобы мы посредством вклада каждого, при действии в свою меру каждого члена, прокладывая вот эти взаимоскрепляющие связи, мы все вместе могли духовно расти. Причем обратите внимание, как Павел интересно завершает логическую арку в своих рассуждениях. Он начинает с чего? Он говорит, Бог поставил руководство, а заканчивает чем? В свою меру каждый член должен действовать. Иногда очень легко спихнуть все на кого? Ну, на руководство, да? У нас плохо, почему? Ну, потому что руководство виновата. Там плохая проповедь, руководство виновата, любимого, руководство виновата. Все руководство виновата. Но Павел так не делает. Он говорит, да, у руководства есть своя функция, Бог его поставил, но каждый должен в свою меру действовать. Каждый в свою меру. У каждого есть для этого возможности, есть для этого дар, есть способности. Есть Божий Дух Святой внутри, который дает и наполняет этим. Вы знаете, мне очень нравится вот этот 16 стих. Я уже к концу буду подходить. 16 стих очень красивый. Здесь много мыслей, много о чем можно говорить. Но 16 стих, он настолько красивый. Сама вот эта картина, Бог через Павла здесь использует вот этот образ тела. Церкви как тело. Не может пальц сказать там, руке ты мне не нужна, я сам по себе буду. Не может, потому что мы все функционируем у каждого органа тела. У каждой клеточки есть своя функция, своя задача. И Бог нас соединяет в церковь, чтобы мы вместе поклонялись, вместе духовно росли, вместе помогали друг другу идти в небо. Вы знаете, иногда приезжаешь в церковь, и стенд из жизни церкви. Видели такие, у вас тоже там есть электронный стенд. И у нас тоже такой стенд есть из жизни церкви. И что там обычно публикуют? Какие фотографии? Праздник жатвы, благовестие. Детей в школу благословляли. Какие-то такие фотографии, общение какое-то было. И это висит на стенде из жизни церкви. Друзья, это не жизнь церкви. Это только верхушечка, только малая часть. Жизнь церкви, все, что между. У нас одна сестра заболела, многодетная мама, заболела, попала в больницу. И вы знаете, все там по очереди им обеды готовят. Вот это жизнь церкви. Вот это жизнь церкви. Я скажу, однажды как-то дверь открываю, а так, ну что-то грустно было, там в общем некоторые сложности были. Дверь открываю из квартиры, что-то чувствую, к ручке что-то привязано с той стороны. Смотрю, а там такой пакет, ну в общем с кукурузными палочками. Кто-то как ниндзя пробрался, там повешал этот пакет такой здоровый. Он подумал о нас, купил, привез, привязал на ручку. Ну надо же, ну это же только наши могут, баптисты. Кто еще такой? Кто еще? Соседи что ли этого будут? Нет. Вот иногда бывает просто кто-то в унынии, а у другого человека побуждение написать, какой-то текст писания. Может быть позвонить, ободрить, подойти, помочь где-то. Вот это формирует жизнь церкви. Вот это жизнь церкви. То, что мы здесь на собрании поем, прославляем Бога, трудимся, это все хорошо, это тоже на своем месте. Но это только малая часть. Жизнь церкви формируется посредством вот этих взаимоскрепляющих связей, посредством нашего служения друг другу, дарами, которые Бог нам дал. Не у всех есть служение, как организованное, хорис, проповедник или еще это, но у каждого есть дар для того, чтобы церковь могла расти, созидаться и, как тут написано, да, созидать себя самой в любви. Да поможет нам Господь это помнить, служить Ему тем даром, которым Он нам дал. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.